Всем привет! С вами Мехакер и сегодня я расскажу вам про еще одного участника команды Веноса. Если ты не в курсе, что за команда такая, посмотри мою рубрику переводы, а также предыдущие выпуски. Ну а если ты уже шаришь, тогда садись поудобнее, хватай какие-нибудь вкусняшки и смотри новый выпуск рубрики «Кто есть кто». Биг Джигли Панда или просто Панда или просто Джигли. Настоящее имя Энтони Браун или, если быть точнее, Энтони Майкл Томас Браун. Родился Энтони 4 декабря 1989 года в городе Дейтон, штат Огайо, США. То есть на момент записи этого ролика ему 28 лет. Известно, что Энтони появился на свет с жутким плоскостопием, из-за чего ему было тяжело ходить. Однако позднее ему сделали операцию и теперь все в порядке. В детстве у Энтони был лишний вес и он носил очки, из-за чего часто становился объектом нападок школьных хулиганов. Какое-то время Энтони жил в штате Флорида, в городе Пэриш, затем в городе Браддентон. Но в итоге он вернулся в свой родной город и живет там до сих пор. У Энтони есть девушка по имени Мелина Перес, с которой они встречаются уже довольно давно и которая часто фигурирует в постах панды в соцсетях. Также известно, что Энтони использовал ее аккаунт в Марио Карт, пока наконец не завел свой. Когда-то Панда был заядлым курильщиком и, видимо, это способствовало появлению его фирменного голоса. Однако, недавно он решил бросить курить и пока перешел на электронные сигареты с пониженным содержанием никотина. У Энтони есть пять татуировок и все они на левой руке. На самом первом тату, которое он набил на плече, изображена, кто бы вы думали, Панда. Энтони сказал, что его любовь к пандам связана с тем, что они успокаивают его. Панды известны своим спокойствием и даже ленивым характером, так что когда Энтони смотрит на этот тату, у него улучшается настроение. Поэтому для своего канала он и выбрал такое название. На втором тату изображен тонущий корабль в память о дедушке Энтони, который служил в морском флоте США и который был близок Энтони первые семь лет его жизни. Этот тату идет в паре с татуировкой с изображением маяка на другой стороне руки. На четвертом тату изображен символ алхимического индекса с обложки альбома «Алхимический индекс. Часть первая и вторая» группы «Фрайс». Энтони сказал, что этот альбом помог пережить ему самый тяжелый год в его жизни и он сделал тату в знак благодарности группе. На пятом тату изображена сцена из книги «Моби Дик». История главного героя книги, капитана Ахава, очень впечатлила Энтони и он часто соотносит себя с ним. Есть информация, что у Энтони также есть брат-близнец, однако она не подтверждена. Энтони является большим поклонником покемонов. Он покупает, играет и смотрит все, что с ними связано. В том числе он записал довольно много роликов с распаковкой коллекционных карточек по вселенной покемонов, которые принесли ему первую известность. Любимые фильмы «Олдбой», «Впусти меня», «Лабиринт Фавна», «Скафандр и бабочка» и «Форест Гамп». Вообще, Энтони большой любитель драматических фильмов. До того, как его канал раскрутился, Энтони учился на графического дизайнера, но бросил учебу. Затем он работал менеджером в магазине офисных принадлежностей, играл в баскетбол, в бильярд и постоянно смотрел топ-гир, так как Энтони является большим любителем автомобилей. Сам он является владельцем черного Cadillac City SV, который неоднократно подвергал тюнингу. Также у Энтони есть собака по кличке Пита. Свой канал на ютубе Энтони зарегистрировал 8 ноября 2010 года, причем сначала он назывался I.A. Panda. Однако выпускать ролики он начал только почти через год. Самым первым видео на его канале является ролик по игре Call of Duty Black Ops от 27 октября 2011 года. Поначалу Энтони снимал ролики по играм серии Call of Duty и по игре Happy Wheels. Однако, чуть позже он начал расширять репертуар и коллаборировать с другими ютуберами, такими как Гази Мексикан и Роутенда. Примерно в это же время он изменил название своего канала на Big Jiggly Panda. Отвечая на вопрос, как он познакомился с командой Венеса, Панда сказал, что сначала он познакомился с Вайлкетом, с которым они вместе снимали видео по Call of Duty Modern Warfare 3. И вот однажды Венес отправил сообщение Вайлкету и Панде, а также Мус Наклу с предложением присоединиться к его партнерской сети и сформировать команду. С тех пор Панда стал все чаще появляться в роликах Венеса наряду с другими членами команды. Многим запомнился персонаж Энтони из игры Гарри Смот. Это бородатый мужик, который из одежды носит только сандалии, трусы и шапочку панды, благодаря чему за Энтони закрепился образ бездомного. Энтони известен своим уникальным голосом, неповторимым смехом, взрывным характером, а также причудливым чувством юмора и удивительной способностью генерировать шутки. Кроме того, он считается главным неудачником команды, так как часто оказывается на последней строчке таблицы результатов игры, а его победа всегда отмечается как невероятное достижение. 6 апреля 2018 года, находясь на конференции PaxEast, Панда отметил очень важное событие – свой первый миллион подписчиков на канале. На момент записи этого видео на него подписано уже более 1 миллиона 200 тысяч пользователей Ютуба. Самым популярным видео на канале Панды на данный момент является ролик по игре «Больше-меньше», который набрал чуть более 2 миллионов просмотров, а суммарное количество просмотров на канале приближается к отметке в 95 миллионов. Кроме того, у Энтони есть страница в Инстаграме, на которую подписаны более 390 тысяч пользователей. На его Твиттер подписаны более 400 тысяч читателей. А также у Энтони есть канал на Твиче, на который подписаны более 40 тысяч фолловеров. Сегодня Энтони занимается Ютубом всерьез. Он давно бросил работу, переехал в новый дом, активно ведет себя в соцсетях, выпускает видео практически каждый день. Как и многие другие ютуберы, он выпускает свой фирменный мерч и посещает самые разные игровые выставки и фестивали в Америке. Как видно из нашей рубрики, почти все звезды Ютуба пробиваются к славе через суровые тернии, и им очень нужна ваша поддержка. Так же, как и мне. Так что не забудьте поставить лайк и поделиться этим роликом с друзьями. Ну а с вами был Мехакер, всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok